В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Юлия Архарова, повар, причем повар в полном антураже. Юль, здравствуй. Добрый день. Вот такое замечательное творение стоит у нас на столе. Это торт. Да, это торт. Сегодня я пришла к вам, чтобы поговорить о марципановых свадьбах. То есть это свадебный торт? Ну, в данном случае да. Марципановая свадьба – это новое течение, которое приходит к нам с Европы и затмевает умы всех современных невест. То есть даже те, кто не хотел жениться, теперь ради этого только будут. Будем надеяться, будем надеяться. Следуя тенденциям, мы за ними двигаемся. И сегодня я пришла к вам в студию не с пустыми руками. Я принесла к вам марципан. То есть вот это оно и есть. Да, марципан – это очень интересный продукт. Это миндальный орех, перемолотый в массу, смешанный с сахарным сиропом и представляет собой вот такую очень эластичную массу. По сути, сладкий пластилин. При желании даже можешь попробовать, как он на вкус. Я понюхаю. Да, марципан – это продукт, который пришел к нам со средневековой Европы. Современные марципаны поставляются к дворцу королей, которые считают это изысканным лакомством. Вот. И чем обычно занимаются подружки невесты перед свадьбой, да, на девичниках? Да, это все знают. Все знаем, не будем об этом, да. То есть какая альтернатива? Собираются подружки, вооружаются обычными пищевыми красителями, которые можно купить в любом супермаркете. И добавляя тот или иной цвет в марципановую массу, они могут презентационные подарочки налепить для гостей, которые придут на торжество к жениху и к невесте. Что, собственно, я сейчас и хочу сделать в процессе беседы. Давай. То есть вот сейчас мы будем вот эту вот массу сначала разукрашивать, да? Ну, можно сказать так. То есть небольшое, буквально небольшое количество красителей я добавляю в марципан, перемешиваю до однородного состояния. Любимый мой продукт, который я леплю, это клубнички. Всегда очень хорошо показательно, что это легко и просто, которыми можно украсить любой торт, любое кондитерское изделие. Вот. То есть, если желание, может присоединиться. То есть ты мне предлагаешь тоже лепить, да? Ну, конечно, не каждый день приходится. Ну, я, конечно, не думаю, что у меня клубничка получится, но, в принципе, вот обляпаться как бы, да, можно. Ага. То есть сейчас будут клубнички? Да, постараемся вылепить. Юля. Это очень интересно и для детей, и для взрослых. То есть такое релаксирующее занятие, которое не требует абсолютно никакого повышенного творческого опыта. Ну, то есть с нуля любой человек, купив абсолютно сейчас, можно марципан встретить везде, в любом месте нашего города, мы лепим какую-то фигурку. Украшаем, декорируем и дарим родным, близким, тех, кого хотим удивить. Данный торт как раз фигурки человечки, жениха и невесты сделаны из марципана, из стопроцентного марципана. А вот, ну, это то, что вкусно, но я, наверное, не буду пробовать все-таки сейчас при всех. Будет возможность, да. Да, я думаю, что она будет по-любому вкусная. Вот как это, полезнее и не полезнее, чем вот сахарные все украшения? Ну, вот смотрите, в данном торте использовано три вида мастики. Это зефирная, это сахарная и марципановая. То есть зефирная, это когда зефир смешивается с сахарной пудрой. Сахарная мастика говорит сама за себя, то есть это твердый и пластичный сахар. А марципан, это как раз орех. По сути, с точки зрения здоровья, марципановая именно полезная, ни в коем случае вредная. Но орехи, да, они, наверное, полезные. Ну что так, это чистейший орех. Это кладезь витамина А, витамина Е, это энергетический продукт. То есть вместо того, чтобы съесть какой-то шоколадный батончик, напичканный усилителями вкуса, нам достаточно съесть полбатончика марципана, и вы полны энергии, действительно, там, на день, на полдня точно. А вот смотри, ты сказала марципановые именно свадьбы. Да. А день рождения? Ну, конечно, конечно. Просто именно такое понятие, как марципановые свадьбы. Оно сейчас модно, да? То есть десертики с марципаном, торт с марципаном, какие-то украшения, которые пореподносят невеста своим новым родителям. То есть это все делается с марципаном, потому что это лакомство королей. Понятно. А вот расскажи про вот этот вот торт. Ну, так я понимаю, что... Сомнений у меня, конечно, нет, что сама делала. Ну, конечно. И из чего? Что у него там внутри? Ну, как правило, наполнение – это коржи, тот или иной вид крема. Мы всегда стараемся использовать сметану натуральную нашу, рязанскую, мед, это шоколадная паста. То есть наполнение может быть любое. То есть тут смысл именно в верхушке, то, чем торт украшается. Потому что из марципана вот такие тончайшие лепестки не вылепишь. Из него можно делать столько какие-то объемные, слегка кургузые фигурки. Тончайшая вылепка, она именно для сахара идет. Вот это торт свадебный. Да. Сейчас, наверное, модно вообще, да, торты заказывать на всякие праздники. Без этого, мне кажется, ни один праздник не обходится, чтобы тематические вот именно такие торты. Да, несколько лет назад, можно сказать, такого ажиотажа по поводу тортов не было. То есть сейчас любое маломальское событие, которое у людей в жизни происходит, крестины, именины, там, помолвки, разводы у нас даже заказывают. А вот как должен выглядеть торт на развод? Мне просто интересно, делала такие? Конечно, да. Например, жениха, сидящий возле мусорного бака, что символизирует, что... Но это, наверное, невеста заказывала. Ну, конечно, конечно, они устраивают уже антидевишник с весельем и как бы выставили жениха к мусорному баку, дали ему отставку. И то есть вот ты реально лепила жениха ему с мусорного бака? Да, конечно. И сколько времени занимает обычно вот изготовление такого торта? Ну, по-разному, в зависимости от количества деталей. Это может быть от нескольких часов до нескольких суток. То есть чем больше деталей, тем больше времени, соответственно, уходит. А вот какой самый, например, запоминающийся, может, необычный торт делала? Помнишь чего-нибудь такое? Прям совсем необычный? Ну, самый экстравагантный торт, я считаю, это торт на Хэллоуин. Когда приходится делать и черепа, и приходится делать и могилы. Для меня это, ну, ранит мою душевную, скажем, организацию. Но если люди заказывают, приходится, конечно, под них подстраиваться. А как, картинки приносят? Или просто объясняют на пальцах? Вот хочу там то-то, то-то, то-то. Так как мы заказы принимаем через интернет, соответственно, они посылают картинки готовых тортов, где-либо увиденных через интернет, и ориентируемся на то, что люди требуют, то, что прислали. Практически все это можно повторить? Или все-таки там какие-то, как-то по-другому что-то получится? Ну, безусловно, нужно понимать, что это ручная работа, и она может быть исполнена, ну, максимально похоже, но в меру сил мастера. Вот, поэтому стараемся, как можем. А бывают, например, такие торты, вот, ну, я видела на картинках, да? Вот на него смотришь и думаешь, ну, как его есть? Не то, что жалко, а страшно бывает. Я видела, например, торт вот в виде там собаки, да? Вот я не буду есть собаку даже в виде торта. С моей морально-этической точки зрения я бы никогда не стала заказывать торт в виде беременного живота женщины, то есть, а люди заказывают. Может быть, они не думают в момент заказа, но, конечно, если разрезать ножом беременный живот, наверное, не очень правильно. Или в виде младенца. То есть, тоже, да. Или у нас заказывают свастику там с портретом Гитлера. Конечно же, мы от таких заказов отказываемся, потому что, ну... Ну, да, надо понимать. Ну, надо понимать, да. Ну, что ж, Юль, давай заценим, что у нас тут получилось. Спасибо тебе вот за такую красоту, за такую вкусноту и вообще за приятную беседу. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня была Юлия Архарова. Субтитры сделал DimaTorzok